Привет, что вы у нас. Давайте попробуем разобрать с вами вашу проблему. Значит, давайте посмотрим на ситуацию, которая у вас произошла с нескольких сторон. Первая сторона – это сторона ваших родителей. Ваши родители – пожилые люди, у которых есть свои ценности, свои взгляды, свои представления, как вы, наверное, понимаете свои представления о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной, да? Вот. И надо сказать, что вряд ли вы эти отношения, я имею ввиду отношения с, ну, отношения, их отношения к книге, да? А вряд ли вы это сможете изменить, потому что родители ваши достаточно взрослые люди, и говорить о том, что вы способны будете поменять их точку зрения на какие-то вещи, ну, мягко говоря, было бы самонадеянным. Надеюсь, вы вот этот момент для себя понимаете. Надеюсь, что вы этот момент для себя, ну, осознаете. В этом случае надо сказать, что родители, они останутся на своей позиции, родители будут считать, что они правы, и считать они будут, что они правы до последнего. То есть вот прям вот. До того, как, ну, пока выбора совсем не останется, а то и еще сильнее. И в этой ситуации понятно, что вам ничего не остается, кроме как, только лишь принять их позиции, смириться с тем, что они вам говорят, смириться с тем, что они для вас хотят, и, собственно, целиком и полностью следовать их представлениям о том, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Другая сторона, это то, что ваши родители по-своему желают вам счастьем. Но они это счастье, естественно, воспринимают так, как вот они видят. И по-другому, они просто не умеют. Рада бы, но не умеют. Если что-то является, как бы, ну, неприемлемым для них, вряд ли они с этим смирятся. Обратно, в силу возраста они способны это сделать. Но они желают вам счастья, и я уверен, что они вас любят. Только вот это не отменяет того, что, собственно, вам в данном случае это вредит. И вторая сторона заключается в том, что вы, преследуя желание и, ну, стремление, например, угодите родителям, рискуете потерять своего молодого человека. Потому что все-таки, как бы это ни было грустно, но молодой человек все-таки живет в самостоятельной жизни. От родителей у людей, как я понял, не зависит. И ему в любом случае неприятно, что вы, там, как бы, да, что вы, значит, ну, находитесь под влиянием родителей. Под влиянием своих родителей, да. Вот. Если вы этого не хотите, то вам действительно требуется поступить как взрослому человеку, то есть сказать своим родителям, что это ваш выбор, что это ваше решение, и вы делаете то, что считаете нужным, и то, чтобы быть счастливым. И они, если вас любят, они вас поймут, они примут вас в позицию, и вы поймите такую вещь, что для них ваше, вот, для них ваше поведение, ваше сомнение, любое ваше сомнение – это признак вашей же неуверенности в том, что, ну, что вы хотите. И поэтому, если вы, ну, если вы покажете им, что вы настроили решительность, вы действительно хотите сделать то, что хотите, и у них не будет, по сути дела, другого выбора, кроме как смириться с тем, что вы выбрали. И рано или поздно увидят, что вы счастливы, увидят, что вам хорошо, они просто-напросто примут ваш выбор и молчаливо признают свою правоту. Но другого пути для того, чтобы реализовать то, что вы, ну, что вы хотите, то, что вам нужно реализоваться самостоятельно, как женщина, как личность, да, как субъект человеческих, ну, межличностных отношений, другого пути у вас попросту, к сожалению, нет. То есть у вас не получится угодить всем. Вы либо, как бы, проигрывает молодой человек, либо проигрывает родителей. И правда заключается в том, что родители ваши все равно всегда будут с вами, а вот молодого человека вы можете потерять. Так или иначе. Молодой человек, какой бы он ни был для вас любимым, как бы вы в нем не были бы уверены, молодой человек все равно может вас покинуть. Потому что, ну, его терпение, да, может быть, не бесконечно, не безграничено. И вот это вам нужно учитывать. Это всегда вам нужно вспомнить, это желательно вспомнить, когда, когда речь идет о том, что, значит, кто выбросит. Вот. Родители, если они вас любят, еще раз повторю, родители, если вас любят, они примут вас в позицию и просто-напросто со временем, смирившись с ней, будут молча радоваться, молча-сливо радоваться за вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.